Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Предлагаю сегодня поговорить на тему церковь и пандемии. Вот уже больше года прошло с того момента, как был зафиксирован официально первый случай болезни коронавирусной инфекции. И за это время пострадало более 62 миллионов человек. Полтора миллиона погибло. К сожалению, среди них и священнослужители Симбирской епархии. Владыка, какая на сегодня ситуация в епархии? Ну, как и весь мир, как вся страна, мы переживаем эту эпидемию. Достаточно много людей болеет. Кто-то легко, кто-то средней тяжести, кто-то умирает, как вы сказали. Не обошла эта болезнь, естественно, и верующих людей, в том числе и священнослужителей. Вообще, священнослужители во многих отношениях являются группой риска, потому что они постоянно общаются с большим количеством людей. И, конечно же, при всех эпидемиях на них показывается такая серьезная нагрузка эпидемиологическая. И достаточно большое число духовенства, особенно последние месяцы, весной это было не так заметно, последние месяцы, заразилась и переболела вот этой инфекцией COVID-19. Есть и несколько случаев смертей. Кроме того, судя по всему, некоторые люди умирают уже и от запущенных обычных заболеваний, такие как сердечно-сосудистые заболевания и прочие. У нас вот несколько примеров, несколько священников подряд скончалось от инфаркта, инсульта, от острого панкреатита. На прошлой неделе мне пришлось участвовать в погребении троих таких священнослужителей. Один из них умер от COVID-19, это отец Адриан, известный такой настоятель храма Воськина, и двое других заболеваний. Поэтому, конечно же, болезнь эта берет свои плоды, собирает свои плоды, в том числе и среди верующих людей. И это накладывает на нас особую ответственность, в том числе на всех священнослужителей. А какие меры предпринимаются? Такие же, как и везде, в храмах мы просим, требуем от людей, чтобы они соблюдали дистанцию. Мы обязываем их носить маски, пользоваться санитайзерами, меряем температуру при входе в храм, объясняем, что людям пожилым и тем, у которых есть какое-то недомогание, нужно оставаться дома, не приходить в храм, даже если они сами не боятся своего состояния, тем не менее, они могут быть заразными, и поэтому им необходимо оставаться дома. Так же, как и везде, мы стараемся соблюдать те же меры, которые предписаны санитарными властями. Кроме того, есть особые меры, уже касающиеся, собственно, церковной деятельности, совершения таинств, которые предписаны в циркулярном письме Московской Патриархии. Оно опубликовано везде, и могут все с ним ознакомиться. Ну, а прикладываться к иконам? Я, например, в одном храме видела, что к иконам не прикладываться было написано. Да, мы стараемся отговаривать людей, чтобы они не прикладывались к иконам, к кресту. Ну, я еще раз повторю, эти меры прописаны в циркулярном письме Московской Патриархии. Ну, а вообще, вот звучит даже мнение, давайте закроем церкви. Вот как вы к такому мнению относитесь? И, конечно, это от светских властей надо звучать. Ну, вы знаете, наверное, и, наверное, такое мнение высказывают люди, которые сами в церковь не ходят. И для них церковь – это какое-то такое, знаете, архитектурное излишество в широком смысле этого слова. Вот, ну, человек, который не верит в Бога, человек, для которого церковной жизни не существует, он может искренне не понимать. Вот что это люди вот в воскресенье, вместо того, чтобы сидеть, спать как можно дольше дома, вдруг они встают, едут куда-то, идут и стоят там два часа на службе, да. Человеку неверующему – это, ну, совершенно непонятно. Для церковного человека церковная жизнь является основой их жизни вообще. Поэтому закрытие храма для нас не менее, а, может быть, и более, и большая проблема, чем, скажем, закрытие магазинов или аптек. Поскольку ни магазины, ни аптеки, ни места другие общественного пользования, ни общественный транспорт на сегодняшний день не исключены из нашей жизни, они закрыты. Вот, поэтому и церковь не может быть закрыта. Повторюсь, об этом могут говорить люди, которые просто не понимают, что такое церковь для верующего человека. Как я знаю, Комаровский женский монастырь сейчас на карантине. Да, мы закрываем на карантин, ну, то есть какой-то срок определенный, обычно это две недели, может быть, три, максимум три недели. Те храмы, в которых, ну, произошла какая-то вспышка такая. Больше одного человека заразилось ковидом и сотрудников, и духовенства храма. Вообще, монастыри — это место такой повышенной опасности эпидемиологической, потому что это место, где достаточно много людей живут вместе. Они вместе живут, они вместе принимают пищу, они вместе молятся на богослужение. То есть это, ведь монастырь — это общежитие. Так же, как и подобным местом являются и учебные заведения, где люди находятся, общежития учебных заведений, где люди живут вместе, так и монастыри. Поэтому монастыри мы закрываем сразу, как только появляются какие-то такие вот симптомы, на тот срок, пока или все не переболеют, или не выздоровеют. Вот. Ну, вы знаете, что были такие неприятные случаи и в Комаровском монастыре, и в Сято-Михайловском женском монастыре, и в Жадовской пустыне тоже. Я еще раз повторюсь, что священники рискуют, они находятся на передовой, просто потому что мы постоянно общаемся с народом. Так же, как и врачи, так же, как и педагоги, так же, как и другие представители профессии, которые постоянно общаются с людьми. Сейчас вот говорят о массовой вакцинации. Будут ли священнослужители проходить ее? Обсуждался такой вопрос? А почему бы нет? Конечно, будут, да. Конечно, да. Ну, и это пожелание будет делаться. Мы строим, никуда не ходим. Не в церкви, но, слава Богу, и в обычной жизни уже мы от этого отвыкли. И поэтому те, кто считает для себя это возможным, те будут вакцинироваться, да. Вот для некоторых прихожан в настоящий момент посещение храма становится, вот они сравнивают своего рода мученичеством. То есть они боятся, но идут. Ну, я не думаю, что так вот прям это. Я не думаю. Ну, может быть, у кого-то такие мысли есть, но я все-таки думаю, что люди проще относятся к таким вещам, да. По крайней мере, мне не встречалось такого, что человек идет на мучение, да, на смерть. И мы, более того, мы призываем всех, кто боится, кто испытывает какое-то недомогание, кто даже думает о том, что у него может быть заболевание, или все, оставаться дома. Совершенно ни к чему. Вот воспринимать свою жизнь как мученичество, вот, не стоит. Это не повод. У вас есть опасения такие, что к концу пандемии количество прихожан в храмах значительно сократится? Я не думаю. Я не думаю. Оно и сейчас не сократилось, значительно сократилось, конечно, но не критично. Вот я не думаю, что это будет так. Скорее всего, даже возможно и увеличится. По крайней мере, практика показывает, что обычно так и происходит. Да, во время эпидемии обычно люди тянутся. Люди как-то, люди во время испытаний, люди чаще и глубже обращаются к Богу. Ну, старая поговорка, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, поэтому я думаю, что такие вещи нам не грозят. Как вы считаете, вот эта пандемия, это кара небесная? Для чего она послан? Вы знаете, ну, я не могу вот так вот объявлять наступление кары небесной, вот, потому что мы, это попущение Божие. Вот, и обычно вот сказать о том, кара это или попущение это Божие, или еще что-то, можно будет уже через какое-то время после того, как это пройдет. Вот тогда можно будет оценить и сделать какие-то выводы. Я бы сейчас не стал так говорить. Ну, конечно же, Господь как-то вот призывает людей, во-первых, остановиться в своем беге повседневном, в котором мы бежим, ну, а во-вторых, задуматься о себе, о своем предназначении. Вот, память смертная, это, наверное, самое полезное человеческое качество, если мы помним о том, что мы смертны. А мне кажется, что иногда современный человек об этом забывает. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. Всем крепкого здоровья. До свидания. До свидания. 2 декабря Русская Православная Церковь отмечает День памяти святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Он жил на рубеже 18-го и 19-го веков. Святой известен своими созидательными трудами, а особо тем, что настоял на переводе и публикации священного писания на русский язык. Тем самым, Библия стала доступна всем россиянам. Один из трех архипастерей Ульяновской области, епископ Барышский Индинский, 24 года назад был пострижен в монашество с именем Филарет. И во многом владыка унаследовал созидательные черты своего небесного покровителя. Праздничная литургия по случаю теза именинства владыки Филарета прошла в домовом храме в честь Всемилостивого Спаса, что располагается в здании Барышского гипархиального управления. Это здание построили всего пять лет назад, а его архитектура сильно выделяется на фоне двухэтажного барыша. Гипархиальное управление – одна из наиболее масштабных строек, которую епископ Филарет завершил за последние годы. Кроме всего прочего, среди главных заслуг архипастеря – полное восстановление Жадовского монастыря и строительство Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Индии. Песня «Песня «Песня «Боже»» Ежедневная молитва и богослужение – вот что должно, по мнению владыки Филарета, украшать любой приход. Вот и в день своего ангела-хранителя он собрал священников Барышской епархии, чтобы вместе помолиться на праздничном богослужении. По ходу литургии владыка наградил секретаря Барышской епархии протеерея Александра Егорова правом ношения креста с украшением. Поздравить владыку Филарета вместе со священниками пришли и немногочисленные, но постоянные прихожане. Каждый из них представлял целую группу верующих. Вместе со своим архипасторем они вознесли сугубые молитвы святителю Филарету. Впереди много славных дел. Сейчас в епархии активно идет глубокая реконструкция старинного свято-труйского кафедрального собора Барыша. Но помимо этого работы у преосвященного владыки еще, как говорится, непочатый край. В конце богослужения преосвященный Филарет обратился к собравшимся с архипасторским словом. Он вспомнил наиболее яркие моменты из земной жизни святителя Филарета и призвал всех следовать его жизненному и духовному примеру. В свою очередь священники епархии поздравили своего архипастора с Днем Ангела и пообещали всяческое содействие в его нелегком послушании. Дмитрий Гурин ведет студию Барышской епархии специально для программы «Вопросы о религии». В Глотовке Инзинского района активно восстанавливают сгоревший почти три года назад храм всех святых в земле русской просиявших. Вот это архивное фото старого деревянного храма. Его построили в 1997 году. Церковь сгорела как спичка в ночь с 10 на 11 декабря 2017 года. Пожар был такой силы, что практически не осталось и следа от церковных колоколов. Медь попросту выгорела и испарилась. До сих пор идут споры, это был поджог или нет. К единому мнению по сей день не пришли. Но спорить можно бесконечно, а вот восстанавливать храм было необходимо. Весной позапрошлого года были начаты работы по строительству нового каменного храма в поселке. Прошло чуть больше двух лет, а тут уже начались постоянные божественные литургии. Внутри даже сделали газовое отопление. Причем эта скоростная стройка осуществляется только на пожертвования прихожан и частных меценатов. Сейчас очень довольны, как довольны. А таких, что руководствуют, и церкви довольны, и быстро построили. Когда я возгорел к храму, разбирали горелки. Очень много было глотовцев тоже помогали разбирать. И помогали в этом году убирать вокруг храма. Все равно глотовцы помогают. Все равно люди молодцы. И я считаю, что многие помогли, вклад какой-то несли, пускай не финансово, но кто как может. И женщины убираются и в храме тоже все помогать. Почему, если говорить, что глотовцы помогают, помогают? Помогают. Не мне, в первую очередь, благодарность, а Богу и тем людям, которые помогают нам в это непростое время. Находят средства и желание помочь нам. И таких людей очень много, которые и жертвуют своими денежными средствами, которые сами принимают непосредственно участие. Причем, знаете, происходят такие вещи, интересные с людьми, когда человек пытается достучаться, не откликается, а потом раз помог, два помог, три помог. И у него меняется, он подходит и говорит, знаете, мне нравится вот это вот все, когда мы начинали с нуля, а уже сейчас храм, совершается богослужение, вот, какой-то пластик. И вот, Батя Господь меняет человека. Если человек старается жить по Евангелию и исполнять заповеди, то все будет по-другому в жизни. С самого начала восстановления храма за ходом работ внимательно следит епископ Барышский Инзинский Филарет. Преосвященный владыка часто посещает Глотовку, чтобы поддержать отца Александра и его паству в их благом деле. В последнее время визиты носят больше позитивный характер. Вот и на этот раз правящий архиерей приехал, чтобы осветить купол и крест колокольни. Ему помогали благочинные жадовские обители и романах Тихон, и настоятель храма протеерей Александр Егоров. Славляется, освящается знаниеся крестной благодати Святого Духа. Крапление священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, Христос, освятили вам крест. Надеюсь, потом целиком без храма освятим, вот как только он будет готов. Дай Бог, чтобы действительно храм для верующего всегда приявлялся и будет являться тем, что мы приходим к Господу Богу своему, где Ему можно поклониться, где Ему мы изъявляем все свое сердечное, что у нас внутри есть. Паче всего нам подобает жить верой, потому что от веры Господь подает нам и жизненную силу, и радость, и утешение. Когда нужно, Он испытывает нас в каких-то скорбях, но все это как-то в срочное время. А впереди у нас с Вами жизнь истинная, настоящая, которая в Царстве и Небесном. Аминь. Всех с праздником. Дай Бог, чтобы у нас храм будет. Всегда. Милости Божия и молитва нашего Владыки, и его благословения. Потому что, когда сгорел храм, я подошел к нему, принес несколько проектов. Говорит, Владыка, какой проект благословите? Он посмотрел, сказал, что будем строить каменный храм. Что меня ввело в такое небольшое смущение, потому что в наше время построить каменный храм очень тяжело. И у нас здесь нет заводов кирпичных, нет откуда взять какие-то блоки, еще что-то, строительный материал. Находимся далеко от города. У нас, по большому счету, лес рядышком у нас здесь. Но, когда начали считать с Владыкой, и он сказал, что, смотри, выходит, практически цена одинаковая. Но каменный храм – это надежно и долговечно. Потому что у нас же был печальный опыт с нашим храмом, который пострадал от пожара. Работы в Глотовке ведутся быстро, потому что делают все грамотно и с душой. Перед действием просчитывают каждый миллиметр. Вот и процесс поднятия и установки купола. И креста занял рекордные полтора часа. Теперь центр Глотовки, как и в былые времена, приобретает свой православный вид. Но работы еще очень много. Впереди весьма затратное благоустройство. Поэтому всех небезразличных людей просят оказать посильную помощь в восстановлении. Все реквизиты есть на сайте епархии по адресу в русскоязычном домене. Барышская-епархия.рф Дмитрий Гурин. Видеостудия Барышской епархии. Специально для программы «Вопросы о религии». Здравствуйте, дорогие зрители. На нашу электронную почту поступили вопросы от наших прихожан, от нашей паства. В Евангелии сказано «Будьте как дети, и вы войдете в Царство Божие». Что это значит? Вот такие слова действительно, которые нас подвигают к размышлению. Что такое ребенок? Ребенок – это маленький, неизлобивый человек, который старается на все смотреть с широко раскрытыми глазами. Всему доверяет, всему в этой жизни как-то относится с интересом и не помнит зла самое основное. Вот в Евангелии сказаны такие слова, что «Будьте как дети». А в апостоле и в послании к Коринфянам, святого апостола Павла, мы читаем, что «Не дети бывайте умом, но младенствуйте злобой, а умом бывайте совершенной». Это говорит нам о том, что человек должен уподобляться детям не в разуме, не в каком-то отношении без критики к окружающему миру, а в отношении к миру без злобы. Чтобы человек на все смотрел глазами Божьими. Как Господь смотрит на всех без злобы, с сожалением, что тот или иной человек ошибается, творит это. Может быть, даже не потому, что он злой по природе, а потому, что у него в душе неустроенность, в душе какие-то проблемы. Какие-то у него неразрешенные вопросы. Вот если человек смотрит такими глазами на ближнего, как ребенок, смотрит на взрослого и ожидает, что взрослый ему скажет. Когда педагог заходит в класс, часто бывает так, что ребенок сначала напряженно всматривается в лицо. Он хочет увидеть на лице человека, этого педагога, вот эту искорку Божию. Вот Господь призывает нас к тому, чтобы мы смотрели на людей в желании, в том, чтобы увидеть в них искру Божию. Что Господь создал каждого по образу и подобию. Поэтому каждый человек достоин, чтобы на него смотрели с любовью, с вниманием, с пониманием, как ребенок смотрит на взрослых и с доверием. Вот Господь нам дает такую заповедь. Поэтому первый отклик на слова Христа, чтобы мы стали как дети, это не умом становиться как дети, а именно становиться душой, чистыми, незлобными, участливыми, готовыми на всякую помощь. Даже маломальскую помощь нашим ближним, которые оказываются вокруг нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о потире. Потир — слово древнегреческое, и переводится оно как чаша, кубок. Таким красивым, звучным словом в христианском богослужении именуют ту самую чашу, которую я держу в руках. Чаша, употребляемая на Божественной Литургии для Таинства Евхаристии, причащения верных Христу Спасителю. Потир напоминает нам о той чаше Евхаристии, которую Христос Спаситель передавал своим ученикам по кругу на прощальной трапезе, накануне своего взятия под стражу и искупительной смерти на кресте. Совершая Божественную Литургию, мы совершаем ежедневное чудо. Вспоминая ту самую первую Тайную Вечерю и призывая благодать Святого Духа на предложенные хлеб и вино, чтобы чудом Божиим они были приложены в тело и кровь самого Христа. В Евангелии мы встречаемся с такими парадоксальными, неудобными в каком-то смысле, превосходящими всякое человеческое разумение словами, мимо которых невозможно пройти и от которых нельзя отмахнуться. Христос говорит, «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет в себе жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». И если мы воспринимаем слова Христовы всерьез и Евангелие всерьез воспринимаем, то тогда потир чаши Евхаристии становится для нас тем сосудом, через край которого жизнь Божия переливается в нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok